приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы обещанный календарь агро гороскоп для уборки картофеля в августе 2021 года время московское также я вам обещала обязательно рассказать после сбора как выбирать картофель собираем укладываем в сухие помещения он там дозаривается и затем нужно его готовить к тому чтобы закладывать на хранение как выбрать эти дни я вам обязательно сегодня об этом расскажу но сначала рассмотрим вопросы главные вопросы которые мне задают отпускники напишите пожалуйста сообщите когда можно вот этот агро гороскоп когда можно копать картошку потому что мы в отпуске и в первых числах уже будем на месте сообщите сделайте такое видео и так можно прямо с 1 августа если вы в конце июля уже будете дома тогда можете планировать себе выкапывать картофель 1 августа все 24 часа и это будет время тельца убывающая луна замечательное время для того чтобы собирать вырожай для хранения и 2 августа практически это тоже 24 часа но далее будет переход в знак близнецы стихия воздуха тоже очень хорошее время но в тельце будет до 12 часов поэтому вот я вам показываю время именно в этом луны в этом знаке в тельце далее луна будет в знаке близнецы убывающая луна 2 августа 12 до конца суток 3 августа все 24 часа и 4 августа с 0 до 18 часов следующий период такой очень хороший будет там пропуск у нас дней выходные нельзя будет копать картофель иначе он загниет и уже хороший период начнется во льве это еще убывающая луна но это уже время новолуния и в это время собирается урожай и тем более что это лев и огненный знак но в новолунии замечательное время сочетается сочетание энергии и стихия огня и такая тихая спокойная энергия рождения новой луны поэтому можно использовать для того чтобы собирать урожай картофеля 7 августа начинается этот период с 12 часов дня и до конца суток а 8 августа все 24 часа сразу же отвечаю влияет ли новолуние или полнолуние на сбор урожая практически я не видела никаких отличий от обычных дней но самое главное для того чтобы собрать урожай это знак зодиака в котором находится луна поэтому едем дальше дальше у нас перерыв и мы остановимся для того чтобы копать картофель в знаке весы это уже будет растущая луна 12 августа все 24 часа 13 августа тоже все 24 часа знак стихия воздуха замечательное время для сбора картофеля для длительного хранения и закладки на зиму и снова перерыв и только аж 18 августа с 12 часов дня начинается следующий хороший период для того чтобы собирать урожай картошки это козерог растущая луна и начинается этот период 18 августа с 12 часов дня до конца 19 августа все 24 часа 20 августа с 0 часов и только до 12 часов дня делаю вот эти расчеты по московскому времени легко будет найти свое время своего региона по интернету это легко установить и вот я прошу вас соблюдать вот эти графики те кто уже давно с нами несколько лет испытал и знают что это очень важно следующий период очень хороший для того чтобы собирать урожай картофеля это знак водолей растущая луна в знаке водолей знак стихии воздуха здесь же рядышком у нас полнолуние 22 в 15 часов 3 минуты тоже очень хорошая энергия и тем более что это водолей хорошо собирать картофель копать его 20 августа начиная только с 12 часов дня но и до конца суток 21 августа все 24 часа и так у нас будет позади полнолуние 22 и хорошее время на растущей луне завершилось и теперь идет время убывающей луны и на убывающей луне снова же знак стихии огня овен это тоже хорошее время на убывающей луне замечательно хорошо отлично только хорошие слова подбираю собирать урожай картофеля копайте 25 августа все 24 часа 26 августа все 24 часа и двигаемся дальше к концу месяца телец убывающая луна замечательное время для того чтобы копать картофель 27 августа все 24 часа 28 августа все 24 часа и 29 августа все 24 часа вообще я наблюдаю за тельцом то есть луна в знаке телец у нас весной очень короткие периоды были такие плодородные плодотворные периоды зато уже вторая половина года телец нам дарит такие хорошие периоды для того чтобы собирать урожай ну и выполнять другие агро приемы и завершится месяц с хорошим временем смотрите как хорошо из тельца перетекают временные близнецы убывающая луна 30 августа все 24 часа можно копать картофель 31 августа тоже все 24 часа как видите очень много хороших периодов для того чтобы собирать урожай картофеля и он начинается смотрите как хорошо и с первого числа и завершается 31 августа есть возможность выбрать и спланировать работы с заготовкой и собиранием урожая а теперь обещанное высчитывание мое составление такого графика для закладки картофеля на хранение я мою картофель поэтому в любом случае даже без мытья вы все равно после того когда собрали собираете урожай склад складируете его в каком-то помещении он должен вылежаться ну минимум неделя должна быть или дней 5 неделя 10 дней и после этого перебрать нужно потому что вы увидите где-то какие-то порезанные картофельные где-то плохой картофель нужно обязательно перебрать ни в коем случае нельзя вот собирать сразу с огорода горячий картофель тем более что август тоже еще горячий будет собрали солнышко и сразу в холодный погреб занесли нельзя так делать нужно дать возможность картофелю созреть до конца подсушиться и затем его уже перебрать и заносить в погребе должна быть определенная температура не должно быть вот этих резких температур когда на солнце плюс 30 и 35 а в погребе плюс 15 вот эта резкая температура тоже приводит к тому что картофель может болеть и мало того он еще быстро начинает прорастать поэтому учтите вот эти подсказки собирайте складируйте где-то в сарае помещение где может картофель отстояться отдохнуть перед тем как идти на зимнее хранение вот например давайте возьмем любой день когда мы например выкопаем картофель вот выкопаем 3 августа 3 августа мы его собрали складируем ящики ящички такие и оставляем где-то на неделю значит где-то на неделю это скорее всего будет у нас в знаке весы 12 13 августа я даже могу пропустить потому что весы мне не подходят потому что в весах это время дыхания если мыть картофель в это время он будет портиться а если вы не моете то можно в весах перебрать картофель охладить и заложить его на хранение видите 3 плюс 10 вот он этот день 12 13 августа но мы собираемся копать где-то в середине обычно так делаем середине августа поэтому выкопав козероги мы можем спланировать себе добавить 7 дней и выбрать вот замечательные периоды в овне и в тельце можно его помыть высушить снова же охладить и заложить на хранение так что пожалуйста эти подсказки и опыт используйте во благо вашего здоровья во благо здоровья картофеля потому что это действительно будет второй хлеб по-настоящему вы оцените это именно зимой 2021 2022 годов раиса горяченко александр волик поделились своим планом работ на август по сбору урожая картофеля и опытом каким образом мы выкапываем готовим картофель к хранению и в какие дни и как мы закладываем картофель на хранение на зимнее хранение ну что ж всего вам самого доброго до новых встреч на нашем канале